Мы будем двигаться к нашему гостю, который уже ждет нас в студии. А сегодня у нас в гостях Денис Майор, директор муниципального бюджетного предприятия Горавтотранс. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Денис, расскажите, пожалуйста, вот может быть у нас какие-то новые маршруты появятся в городе. На сегодняшний день у нас не все корректировки на маршруте «Шестерка». Это наш муниципальный маршрут. Изменения коснулись Киевского. Мы поехали через Киевский, по улице Киевская. То есть Киевский, Мецкая, да, и продлили до живописного. То есть он ходил, обдал один, обдал два, а сейчас он ходит до живописного. То есть там сельское поселение, дачное поселение, мы забираем его. Потому что тяжело было людям выезжать оттуда. Проблематичная вечно с транспортом. Так же самое изменили схемы движения 93-го маршрута. Он сейчас начал ездить как бывшая четверка. А где-то эти делали? Конечно. Это старый город. Старый город. И так же самое это украинка. Потом мы изменили маршрут 12-й АБ. Так же самое там внесены корректировки. Так же самое Красноармейская улица касается старого города. И он идет как по центру города, везде через автовокзал вот эти все улицы забирает. Так же самое там были внесены корректировки. 50-й маршрут и 67-й маршрут объединены. Стали на сегодняшний день так же самое объединили маршрут. Продлили на Давыдовку. Это два маршрута были, они идентичны. Просто один идет по центру, а второй идет по Маяковскому. Мы сейчас объединили, сделали по Маяковскому, добавили, продлили до Давыдовки. И в другую сторону до Перова продлили. В целях с двух маршрутов сделать один, который будет так же самым перевозить. Они идентичны были, только мы продлевали. А номер какой сохранился? 67-й. Мы как бы оповестили всех граждан. Так же самое на сегодняшний день. Проблема, что хотелось бы, конечно, извиниться перед жителями города, ими гостями. Это мы столкнулись с кондиционерами. У нас проблема есть с жалобой, очень много поступает. Не работают или... Проблема в чем? На новых автобусах, которые мы поставили в конце 2018 года, 50 единиц. Из них, из 50 единиц, 20 единиц у нас проблема с гидроприводами. С заводом связались, на сегодняшний день есть понимание, они прислали нам две детали. Если это гидропривод и все устраняется, значит, завод будет нам полностью по гарантийному обслуживанию полностью менять все это на 20 единиц, все детали. Ну, проблема, конечно, потому что климат-то жаркий у нас, 35 градусов, 38 доходит, да, если там где-то на солнце. То автобусы просто становятся перегреваться, ну, вентилятор в усиленном режиме не охлаждает автобус и начинает перегрев уйти. Из-за этого мы столкнулись с этой проблемой. Также самое хотелось бы напомнить, что у нас 30 единиц, не фазов, они без кондиционера, и 148 единиц. И 22 единицы автобуса марки «Богдан», это еще наши, да, с Украины автобусы, белосиненькие, кстати, ну, тоже хорошие в качестве, поддерживаем их, как бы не собираемся пока утилизировать этот, они тоже кондиционера нет. Там система вентиляции есть, ну, просто некоторые видят, да, не фаз, большой класс автобусы, думают, что там есть кондиционер, там их нет, к сожалению. На остальных 96 единицах у нас есть кондиционеры. А установка невозможна на те единицы, где кондиционеров нет? 600 тысяч один автобус обойдется. Один автобус обойдется? Мы задумывались, задумывались об этом. Интересно, там система, климат-контроль это уже, наверное, целый за 600 тысяч. Да, климат-контроль. А там никакой слабый кондиционер не подойдет, потому что дверь открывается-закрывается, каждая остановка. То есть, то, что ты охлаждаешь за период с остановки на следующую остановку, это 1-2 км, 3 у нас максимум идет, каждая остановка, да, то сразу открывается дверь и сразу температура очень повышается. Ну, конечно, да, особенно учитывая объем людей, которые заходят. Потому что постоянно движение, это же не просто зашло, а дверь зашло. Три двери, конечно, это очень, сразу же температура повышается. Какие-то маршруты еще будут в ближайшее время? А думаете, доработать, изменить в связи с тем, что, опять же, такие курортные сезоны сейчас начинаются, может быть, будут к лету какие-то изменения? Сейчас, на данный момент, у города администрации Симферополя проводится оптимизация маршрутной сети, да, там где-то корректируется. Как бы будет видно, там будем сообщать, информировать жителей, мы сразу информируем. Мы в автобусах оповещаем, то же самое на сайте у нас официальный. И администрацию уведомляем, ну, чтобы она опубликала, как бы, ну, все равно жалобы поступают. Но мы делаем как можно максимально, мы все контролируем так, что если поступают жалобы, мы корректируем, можем добавить машину, вот как 93-й. Четверка ушла до госком регистра, тяжело было там добраться. Говорят, сначала нормально ходили, а потом сказали, интервал увеличился. Мы все урегулировали, добавили машин, как бы, мы умеем это, как бы, управлять. Тут главное обращаться, чтобы хотя бы были в курсе, что где-то нужно добавить, допустим, машин, да, чтобы больше на маршрут выходило, а где-то, может быть, нужно продлить маршрут. Да, просто дело в том, что газельки или там эталоны, они, их по 14-18 штук, да, люди привыкшие, что каждые 7 минут будет автобус. Мы сделать хотим один нормальный график, чтобы во всем городе было 10, 12, 15 максимум минут, ну, ты знаешь, минуту-минуту автобус подойдет к остановке. Все, вот это для нас самое главное сделать. А так как мы дублируем друг друга, это происходит просто безобразие. Мы друг к другу на остановках скапливаются. То есть, когда за одной за другой, да? Да, скапливаются на остановках по 5-6 машин, и просто людей не можно собирать за целый день, получается. Ну, пустые ездим, например, как мы, автобус 115 мест, 18 лязах. Поддержат к остановке, он, по сути, по 25 человек, по 28-30 берет и все. Ну, график будет как расписание висеть на каждой остановке, установлено правильно, и любой пассажир может ориентироваться. Когда, чтобы мы, наконец-то, сделали единственный график и могли его соблюдать, чтобы мы могли ввести, наказывать водителей за это. Мы так наказываем, да, за то же несоблюдение графика, там, сошел с рейса или что-то сделал. Такого, как бы, ну, это в крайних таких злостный водитель должен быть. Ну, у нас обязательно должно, вот мы хотим настроить, наконец-то, но если у нас, мы не можем, так как у нас дублирующие из маршрута, например, у меня там с частником, да, каким-то, это начинается проблема. Мы друг другу, начинаются у них гонки между собой, мы это контролировать должны, мы это должны менять. Мы расписание развесили на остановках, его сфотографировали, дали всему маршруту, к примеру, конкурентов наших, они начинают ездить и начинается вот это сопровождение. Берут наш автобус, к примеру, там, в обойму и проводят, поймают, катают. Ну что же. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Денис Майор, директор муниципального бюджетного предприятия «Горавтотранс». Спасибо вам большое. Спасибо большое.